Галина Васильевна Комякова с 5 утра на ногах. В свои 90 она не считает за труд подбить квашонку и настряпать пирогов, чтобы встретить дорогих гостей. Сегодня поздравить её с прошедшим юбилеем придёт бывшая коллега и дорогая подруга Зоя Курочкина вместе с представителями комплексного центра социального обслуживания населения. Ольга Шкребень выступает сегодня ещё и в роли почтальона. Она доставила юбилярше телеграмму от главы государства, которую та немедленно зачитывает вслух. Желаю вам доброго здоровья, бодрости, духа и всего наилучшего. Президент Боба. Называя президента кормильцем, Галина Васильевна вспоминает основные вехи своей длинной жизни. От раскулачивания их семьи до тяжёлого труда с малых лет. Нас отец в колхоз не пошёл, нас раскулачивали, всех разогнали, всё отобрали, всё переломали. Вот и всё. И вот старшие братья заступили за его. Братья связали и увезли. Меня послали с 11 годов в эту контору. Труды не были ведь. За километр я бегала в письколхоза. Контору. Эти бумажки приходные или расходные. 16 годов меня уже поставили колдовщиком. За долгую жизнь кем только не доводилось работать Галине Комяковой. Стрелочницы, весовщиком в прокатном цехе, птичницей в совхозе. А в военное время на родине, в Ивановской области, когда мужчин в селе почти не осталось, доводилось работать в полях за рулём трактора. В кузнице слесарь сломается, притащиваемся и всё. Девчонки, которые не уехали на тракторах, работают на тракторах. А потом комбайны появились и всё появилось. А ваша роль была какая? Вы что делали? А я рулила. Сегодня Галина Васильевна самостоятельно рулит своей жизнью. Сама наводит порядки, готовит, рукодельничает. И всё это с песней. На лошадях работала и всю дорогу. Пою, пою, пою. На покосе пою. Вот. Даю, пою. В этот южный неласковый вечер, Когда снежная, главное, дорог, Ты накинь, дорогая, на плечи Оренборский пуховый платок На окне у хозяйки колосится зелень для окрошки на Пасху. Десятилетия социализма не сломили в этом человеке ни весёлого нрава, ни непоколебимой веры. Думаю, что-то уж надоело. Скорее бы уж к одному концу умереть. Утром стою, а солнышко прямо ко мне всегда. Господи, я ещё солнышко увидала, я ещё жива. И слава тебе, Господи. Тепла и у самой 90-летней юбилярши хватает на всех. И детей, и внуков, и правнуков. Это вообще счастье, когда в таком возрасте есть бабушка. Если никогда есть бабушка, значит, ты всегда лялька маленькая, ребёночек ещё. Да. Она и называет нас всегда, деточки, как ты нас называешь? Рабёнки. Рабёнки, надо сказать. Провожая гостей, бабушка Комякова собирает им пироги и незаметно крестит на дорожку. Это непременный ритуал, без которого ни один гость не уходит из этого дома.